Будто парит над землей. На уходящей неделе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал советскому солдату в Оржеве. 25-метровая фигура из бронзы весом 80 тонн будто взмыла ввысь на журавлях, которые символизируют павших в боях воинов. Битва под Оржевом стала одной из самых кровопролитных. На полях техсражений умерли более миллиона человек. На памятные плиты стелы нанесено свыше 17 тысяч имен погибших во время Великой Отечественной. Памятник примечателен и тем, что он первый в таком роде открытый в современной России. Ржевский мемориал еще один символ нашей общей памяти. Символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом. И он никогда не должен, не может быть забыт. И уж тем более затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим. Монумент должны были открыть еще в мае, но из-за пандемии коронавируса дату перенесли и приурочили к прошедшему 24 июня Параду Победы. Этот день не менее значим в истории. В 45-м по Красной площади впервые прошагали триумфаторы, солдаты Красной Армии. Они отмечали подписанный акт о капитуляции нацистской Германии. Потому что она связана с подвигом как всецело великого советского народа, так и членов моей семьи. Трое из них, которые воевали, дай бог, вернулись с фронта. Один вот мой двоюродный дед, он, к сожалению, с фронта не вернулся. Погиб буквально накануне Дня Победы, 2 мая в Австрии 1945 года. Парень 22 года рождения был. Родной брат бабушки Богдана Гужвы Андрей Галактионов ушел на фронт с 17-летним парнем, прошел всю войну. Бился за Москву, участвовал в Сталинградском сражении, освобождении Европы. До Великой Победы он не дожил всего неделю. Его убили с 1 на 2 мая в Австрии. Советские солдаты удерживали взятый город Мистельбах. Противник обстреливал позиции красноармейцев. Одна из пуль оказалась роковой. У меня родственники подняли все документы, архивы, подробно где шел, в каких боях участвовал. Он являлся кавалером ордена славы, красной звезды, красного знамени и получил медаль за отвагу. То есть достаточно так самоотверженно и не щадя своей головы, два раза был ранен, лежал в госпиталях, прошел всю Великую Отечественную войну. Вот этого родственника мы потеряли на войну. Для нас это такая больная утрата была для моих предков. Другой дед Григорий Кузьмич Гужва, 26-го года рождения, находился в оккупации под Харьковом. После того, как Красная Армия освободила Украину, его призвали на фронт. Он участвовал в битвах, которые привели к разгрому и последующей капитуляции Квантунской армии. Стрелял по японской бронетехнике из противотанкового ружья. Мы часто с ним в детстве общались, его уже давно нету. Не особо охотно, честно говоря, рассказывал про войну. Без какой-то, с какой-то больше грустью такой и без какого-то особого задора. Вот это мне запомнилось. Приходилось даже спрашивать, ну вот стрелял, что падали? Ну падали, да, стрелял. Да, вот было так тяжело, говорит, вот таскать это ружье. Это вот мне запомнилось очень сильно. В семье депутатов Сургутской думы день победы благодаря предкам стал особым. Богдан Гужва с грустью отмечает, что значение этой даты в обществе, увы, меняется. С течением времени мы стали реже видеть ветеранов, реже их слышать, читать историю и бережно к ней относиться. Самая большая разница живых ветеранов, да, все меньше и меньше. И мы их как бы воочию мало видим. И раньше и от своих близких, и от своей родни, да, мы могли повествования о войне какие-то услышать. И раньше в школы приходили очень часто ветераны. Сейчас, к сожалению, они по состоянию здоровья очень многих мало осталось. Уже не могут так прийти. На открытые уроки же раньше проводились. И они вживую именно рассказывали все эти вещи. По мнению депутата, патриотическую роль могут и должны взять на себя два института – семья и государство. Им обоим под силу сделать все, чтобы не дать никому возможности переписать историю. Помимо живых свидетелей тех страшных времен, есть еще и немые. Огромное культурное наследие в виде памятников, книг и фильмов. На уровне государства должно так же, не меньше, так же много делаться для того, чтобы вечная память о этой великой победе жила в наших головах, в наших сердцах, чтобы подрастающее поколение, мы-то еще помним, ветеранов и сейчас, но наши дети уже меньше знают. Но вторая часть – это, безусловно, родители, которые должны прививать потребность к познанию, объяснять, насколько это важное событие было, рассказывать, вести какую-то историю своей семьи. И вот, например, такая акция, как «Бессмертный полк», она очень сильно именно возрождает эту память. Елена Саган, Дмитрий Круковец, Денис Зонов. Специально для программы «Новости. Главное». Спасибо. 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 Спасибо.